Ну вот тут еще один вопрос, мы практически на него ответили, да, что какие органы могут проверять деятельность председателя, то есть вот вроде работает он все нормально, с документами все в порядок, отчет делает, ну вот проверить. В первую очередь контроль это сами жители, понимаете, нам нужно сменить вот это истерически-ждивенческое настроение на чувство хозяина, вот в данный пример, который мы сегодня рассматриваем, как раз и показательный в том плане, что люди почувствовали себя хозяевами своей территории, сами решили, что на ней будет, сами сделали это все. То есть вопрос-то говорит о чем, что мое имущество не только в моей, как говорится, в одиночной камере, которую я сделал евроремонт и которую называю квартирой, а мое имущество это все, вся придомовая территория, включая дом, сети и все остальное. И чем дольше они будут работать, тем меньше мне платить. Вот это чувство как раз и надо вырабатывать у людей, надо проводить обучение, потому что масса людей не хотят жить по-старому, но еще просто не знают, как жить по-новому. Понятно. Хорошо. Ну вот, возвращаясь к теме дворовых ремонтов, придомовых территорий, значит, здесь, мне кажется, все-таки все зависит от того, какую цель ставят собственники. Вот мои коллеги провели сегодня опрос горожан, какой двор они хотят видеть или какой двор они считают идеальным, даже вот так. Давайте посмотрим, послушаем и потом продолжим обсуждение. Главное, чтобы там был порядок. Вот, это вся мечта. Без автомобилей, с детской площадкой, ну, наверное, все. Двор моей мечты – это тот двор, где много детских площадок, вот, несколько обыденный двор, вот, где очень много, как ни странно, многоэтажек подземного автопаркинга, вот, где очень уютно и хорошо жить. Без сетки, мангалок, вообще было бы отлично. Детские площадки, не знаю, на все. Мягкие, наверное, что-то более удобное для сидения, чтобы можно было читать. Ну, обязательно для детей что-то. Много цветов. Детская площадка, естественно. Поменьше машин. Побольше зон отдыха, да, побольше барковых зон декоративных, каких-то красивых, там, цветы, клумбы – это красиво. Безопасность, чистота, порядок. Вот, необходимый минимум. С чистым, уютным, светлым, с детскими площадками, с цветными разукрашенными бордюрами, с цветами. Ну, вот, понятен. В принципе, круг интересов граждан, которые видят двор идеальным, он достаточно ограничен. Но это минимальный набор. Минимальный набор, даже, да. Если те, которые уже начинают это дело, возникает сразу же очень много новых возможностей. Вот, смотрите, я много ездил в свое время по России и был в таких городах, где, например, администрация, вот, Дзержинск, Владимир Иванович, там, мэр, он территориальное самоуправление во всем городе ввел. Ну, ТСЖ – это как раз первый шаг территориального самоуправления. Так вот, там, в каждом, вот, у нас сейчас есть общее имущество. Очень многие подвалы, цокольные этажи сдаются в аренду еще куда-то еще. Но с введением жилищного кодекса все, что относится к общее имущество, должно принадлежать людям. И вот там создают клубы домохозяек, клубы пенсионеров, бильярдные. То есть, все, что люди сами захотят здесь сделать, они все это делают сами. Нет, ну, ради бога, пусть, допустим, какой-то подвал, там, цокольный этаж арендует какая-то контора, которая к дому отношения не имеет. Но за аренду деньги-то должны поступать на счет дома просто, и все. А сегодня они поступают управляющей компанией, которая, по идее, без ведома собственников распоряжаться им не может. А вы знаете, в чем причина? Почему, да. В жилищем кодексе сказано, что договор на управление заключается по инициативе и в интересах собственников. Все. Этими вот несколькими словами нам дано право самим определять, какие услуги и их порядок оказания будут нам оказывать управляющие компании. Но поскольку мы ленивые там или еще какие, или равнодушные, не сделали такой договор, не разработали, причем под каждый дом индивидуально надо, то управляющая компания, как любая коммерческая структура, у нее та же самая юридическая форма, что у пивного ларька около вашего дома, любой может, любой коммерсант может любой договор предложить любому количеству людей. И они написали этот договор полностью кабальный, где именно сказано, что мы им доверяем распоряжаться общим имуществом в интересах третьих лиц. Все. И поэтому на все наши претензии они отвечают. Ребята, вы же подписали? Да. Вот договора. Хорошо. А вот такой момент есть. Вот управляющие компании рассылают договора, ну по почте вот приходят, скажем, перезаключение договора, 10-х срок, да, перезаключение, продление. Это не все. Не все что? Компанию имеете? Рассылают, да. Вот. Нет. Вопрос в другом. Есть жители, которые даже не подписывают его, но тем не менее они продолжают сотрудничать с этой управляющей компанией, получать услуги, ну и, соответственно, вот... Это не сотрудничает. Дело в том, что даже не подписав этот договор, вы де-факто, де-юре, вы не подписали, и де-факто вы вступаете в договорные отношения с этой управляющей компанией, уплатив первый раз по квитанции, которую она вам дала. Вы оплатили то, что она вам предъявила. Все. Значит, вы уже вступили в договорные отношения, и, по сути, здесь сам договор, ну, сам по себе не так уж важен, поскольку уже факт договорных отношений установлен. Понятно, понятно. Понятно. Хорошо. Ещё вот такой момент. Ну, вот сейчас тема капитального ремонта, она наиболее такая острая, но вот если не вдаваться вот в этот 271 закон, рассмотреть такую ситуацию. Вот в доме на данный момент необходим работы капитального характера необходимы. Но управляющая компания говорит, вы знаете, не хватает денег на счету вашим. Стоимость этих работ высока, а денег недостаточно. Значит, и какой выход из этой ситуации? Давайте соберём общее собрание, пригласите нашего специалиста, и вместе порешаем, где взять деньги. И вот, на мой взгляд, здесь людям, скорее всего, предлагается, давайте дополнительно внесём эти взносы. Ну, а где вот ещё их взять? Или, допустим, управляющая компания оформляет кредит, и потом люди, значит, оплачивают постепенно, ну, текущими выплатами по тому же капитальному ремонту оплачивали бы этот кредит. Ну, не знаю, такое, вот, может быть, такая форма. Вот допустимо ли это? Вы понимаете, дело-то в том, что у нас сегодня государство, получив огромные суммы, десятки триллионов рублей, в кредит без процентов от граждан, заявляет нам, что сегодня денег нет. Просто нет денег, и всё. Деньги есть, были, есть и будут всегда. Вопрос в том, кто и как ими распоряжается. Если нам сегодня говорят, что денег нет, это стало уже, знаете, ну, чуть ли не ругательством. Денег нет, говорит чиновник. Понимаете? И он не понимает, что лучше, или из бюджета выделить какие-то средства на капитально отремонтированные дома, либо дождаться, пока эта крыша рухнет на головы жителям. Ведь у нас сегодня те капитальные ремонты, которые нам сегодня предлагают, ну, вы представляете, ремонт, капитальный ремонт на 15 миллионов делают два таджика, которые живут в этом же подвале. Вот вам, пожалуйста, и качество ремонта, и объёмы работ, и качество материалов, и так далее. А деньги-то ушли? А деньги ушли, причём деньги уходят по сметам заведомо, по расценкам, не нашим областным территориальным, а, как заявил один из директоров управляющей компании, мы делаем по так называемым сложившимся расценкам. То есть, как вот они привыкли брать, вот так мы, мол, и берём. Поэтому в данном случае есть постановление Президиума Верховного Суда от 1 августа 2007 года о том, что государство и муниципальные органы обязаны провести последний капитальный ремонт за счёт бюджета, а уже последующие ремонты собственники берут под свою ответственность. То есть, жители не несут никаких затрат. Если думал, что 60 лет, он уже 300% капремонта внёс по 20 лет, если межремонтные сроки. Вот и считайте сами. Вот я не понял, капитальный ремонт за счёт бюджета, он когда должен провести, или в связи с чем? А вы вспомните, у нас же было уже такие попытки государства. Фонд реформирования ЖКХ, помните федеральные программы? Да. Всё. Медведев, будучи президентом, признал, значит, во всевозможении, что его разворовали. А когда ему доложили, что генеральный прокурор, что по мелочи не воруют, а воруют по-крупному, Медведев сказал, ну что ты поделаешь, душа такая. Значит, сейчас возвращаемся к той же схеме, но уже под новым видом. Ещё более кабальная система, когда нас заставляет повторно, даже не повторно, а может быть в третий, в четвёртый, а для некоторых домов и в пятый раз, снова оплачивать этот капитальный ремонт. Но сама система проведения этого капремонта на сегодняшний день очень опасна для жизни граждан от России, потому что дом простоял 40 лет, сделали освежающий ремонт или там поменяли по текущему ремонту что-то и пишут, проведён капитальный ремонт. И дома ещё на 30 лет по региональной программе. А вот смотрите, когда... Достоит ли он? Управляющая компания подменяет текущий ремонт на капитальный. Вот как здесь поймать-то и привлечь её к ответственности? Вот как это? Ну, в данном случае есть межремонтные сроки. Крыши раз в 10 лет, подъезды раз в 3-5 лет и так далее. Но это всё огоревно в постановлении госстроя номер 170, в приложениях во втором, в восьмом. Вопрос-то в другом. Контроль и ответственность управляющих компаний не определены ни одним законодательным или нормативным актом. Нет ни одного документа, который бы предусматривал ответственность управляющих компаний. И не собирается такие документы даже разрабатывать. Пользуясь этим бесконтрольностью и безнаказанностью, управляющие компании сегодня идут на, ну, на уму непостижаемые шаги. Это вот я о дополнительных взносах. Понятно. К сожалению, вот наше время истекло, как-то вот так у нас получилось. Поэтому перед тем, как мы попрощаемся, ещё, значит, только кратко я прошу ответить, что же всё-таки жителям сделать, в первую очередь, чтобы добиться, ну, вот того же благоустройства двора. Ну, благоустройство двора – это один из элементов капитального ремонта. Я считаю, что в первую очередь нужно обратить внимание на самые изношенные элементы здания и начать ремонт с них, если вы хотите, чтобы дом не развалился посреди прекрасной площадки. Вот. И второе – это необходимо, необходим повальный всеобуч, обучать жителей управления своей собственностью. Вот для этого мы открыли школу гражданского актива. Здесь и практика у людей, и тренинги по судам, по управляющим компаниям. Вот. И самое главное – это относиться к управляющим компаниям как к тем, кого вы наняли. Не спрашивайте у них разрешения, а распоряжаться ими. Это прислуга, это сфера обслуживания. Мы их наняли на работу, мы вправе спросить с них всё, что нам будет угодно. Огромное спасибо. Вот на этой положительной ноте давайте и прощаться. Это была программа «Качаем права». Обязательно ещё увидимся. Редактор субтитров А.Семкин